Обещать не значит исполнить. Таким принципом руководствуются некоторые застройщики, предлагая сказочные виды и продуманную инфраструктуру потенциальным покупателям. Рекламные буклеты пестрят заманчивыми предложениями, но на деле вместо яблоневого сада, морского вида или, например, детской площадки появляется многоэтажка. Застройщик без зазрения совести объясняет изменения планов тем, что ни сад, ни море не были прописаны в договоре. Катерина Шост разбиралась. Из окон этого дома должен был открываться вид на фруктовый сад и прогулочную зону. Так обещал застройщик. Но пока здесь только трава, кусты и деревья. А скоро, по словам жителей, на этом месте вырастет новый многоквартирный дом. Соседи, как в игре, найди 10 отличий. Сравнивают рекламный буклет их комплекса с результатом работы. Застройщик пока проигрывает. Именно вот этого дома покупали его из-за того, что вот это очень большое пространство между домами. И дороже покупали. Да, потому что квартиры нам продавали как видовые. И мы все переплачивали от 100 до 250 тысяч. Формулировки «видовая квартира» и «яблоневый сад» упоминали менеджеры отдела продаж. Договоры же с покупателями заключались типовые. Пунктов о дополнительных условиях за дополнительные деньги там нет. Застройщик, надо сказать по-честному, никогда это официально нигде, ни в каких источниках не называл «яблоневым садом» в документах. И создается впечатление, что он изначально планировал не совсем честно и корректно исполнять свои обязательства. Раскрыть тайну сада могла выписка из Росреестра. Территория с парковой зоной на картинках не принадлежала застройщику до марта этого года. Об этом он сообщает и в обращении к жителям. Данная информация не является закрытой. Собственник изменил статус земельного участка на зону среднеэтажной застройки. С целью сохранения общей стилистики ЖК Ясноянина принято решение о покупке участка и проектировании жилого дома, который впишется в общую концепцию. Если здесь построят этот дом, то мы света вообще не увидим, и наши дети будут просто в темной коробке сидеть, понимаете? Такой маркетинговый ход не редкость на рынке недвижимости Петербурга. Жители района Славянка тоже любовались пышной зеленью в буклетах. Но когда стройка закончилась, на месте парка остались горы техногенного грунта. Часть территории выкупили под культурно-досуговый центр, а оставшуюся половину благоустроит город за счет бюджета. Выделено уже финансирование, насколько мне известно, порядка 100 миллионов на первые этапы. То есть это, ну, надо понимать, что это будет только выравнивание грунта, подготовка. Так выглядит двор жилого комплекса в Шушарах. Екатерина живет здесь двумя детьми. Спортивная площадка под окном была обязательным критерием перед покупкой квартиры. Но взамен построили паркинг и магазины, а на кровле под белыми куполами организовали спортцентр с платными секциями. Мы лишились двора. У нас территории в Шушарах много. Если бы они поставили такой же точно спортивный комплекс, но где-то рядом с домом, ну, претензий бы не было. Застройщик подтвердил, спортивная площадка изначально планировалась, но позже проект изменился. Когда к нашей компании обратилась инициативная группа бывших спортсменов сделать в Шушарах большой спортивный комплекс, мы, конечно же, с удовольствием откликнулись. Более того, понимая, насколько остро не хватает детских спортивных секций в Шушарах, мы передали эту площадь практически безвозмездно. Интересы жителей отстаивал в суде комитет по контролю за имуществом Петербурга. Просил вернуть двор из утвержденного плана. Но в законе не нашлось оснований для удовлетворения иска. Такие огромные дома по 23 этажа, 21. И вот эта детская площадка, она такая маленькая, а здесь столько детей. Привлечь к ответственности за пустые обещания комфортной жизни непросто. От компании по нормативам требуется минимальное благоустройство территории. Посадить дерево, организовать тротуар. Остальное на усмотрение. Это все выглядит как фактически обман потребителю. То есть потребитель, принимая решение о совершении сделки, рассчитывает на совершенно другие потребительские свойства, товары, которые он приобретает. Единственный способ убедиться в чем-то, что будет построено, это изучать строительную документацию, которую есть у застройщика и теоретически добросовестный застройщик должен легко ее показывать. В борьбе за покупателей у застройщиков нет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому в ход идут яркие буклеты и активные рекламные кампании. Только нарисованный мир не всегда воплощается в реальный.